Я считаю, что не надо абсолютно стесняться этого, и надо говорить абсолютно впрямую. Наша база, источник легитимности – это Украина. Мы хотим не допустить внешней оккупации России, что является тем путем, которым прошла Германия после 1945 года, но самим выполнить ту работу, которую тогда выполнила оккупационная администрация. Мы хотим быть правительством Деголь, которое пришел во Францию в результате победы войск антигитлеровской коалиции. Вот что мы хотим сделать. В этой ситуации на какую бы то ни было социальную базу внутри России нам на данный момент обращать внимание совершенно не стоит, потому что она не является фактором этих перемен. Она будет фактором перемен в дальнейшем, фактором развития, фактором удержания власти. Но мы все равно не имеем возможности с ней на данный момент никаким образом эффективно коммуницировать. А мое предположение, в котором я уверен с очень высокой степенью вероятности, что как раз вот это вот самое болото, про которое мы говорим, ситуации смены власти, оно примкнет к любой власти, которая окажется в Кремле. Поэтому я за это вообще не очень переживаю и считаю, что заниматься наведением тени на плетень и на данный момент выискивать какие-то внутренние процессы внутри России – это абсолютно бессмысленная задача. Мы должны быть вот этим самым военным правительством, которое придет в результате военного поражения Российской Федерации. И мы не должны сохранять Российскую Федерацию в том виде, в котором она есть. Мы должны построить на этом месте новую страну. Так же, как Третий Рейх и Федеративная Республика Германии – это не одно и то же. Это две разные страны, хотя они находятся в одних и тех же географических границах. Сам по себе начальный этап, когда ты говоришь о том, что Украина является ключевым фактором, который запускает этот сценарий, то это означает, что вы там с танками, с пулеметами, с чем? С территории Украины заходите на территорию России и где тогда этот субъект? Потому что Франция свободная, она на конец войны все-таки обладала этой субъектностью. У нее там были действительно какие-то части. Да, они были немногочисленны относительно армии союзников миллионных. Но, тем не менее, они были. И это дало возможность развиться тому курьезу, когда при подписании капитуляции, кто там Кейтель сказал, глядя на французов, и вы тоже нас победили. Ну, де-факто это было. А в данном случае, получается, вы должны быть структурированы тогда, институционализированы каким-то образом. То есть батальон, армия, русская освободительная армия. Ровно так. Да, вот что это? У нас есть оба компонента. С одной стороны, есть съезд народных депутатов в качестве легитимного политического органа, который построен не на принципах политической партии, то есть который объединяет не политических единомышленников, но который объединяет людей, которые имеют легитимный политический мандат, и ничего подобного другого ни у кого нету. Он единственный в подобном роде, так же, как и Деголь был единственный в своем роде, который был носителем политической легитимности. С другой стороны, это военный кулак. И этот военный кулак – это легион свободы России, которые на данный момент воюют на фронте в составе ЗСУ, так же, как войска Деголля воевали в составе войск антигитлеровской коалиции, да, так же, как в случае с Деголлем, он не слишком многочисленный, хотя из всех национальных подразделений, которые воюют на фронте, я боюсь здесь дезинформировать, но мне кажется, он самый большой, он точно один из самых больших в этом смысле, состоит из двух действующих и двух формирующихся батальонов, и в этом смысле, опять-таки, это единственное, где это есть, плюс к этому, на самом деле, есть еще и третий компонент, так же, как у Деголля, было в целом контролируемое им движение сопротивления, ну, опосредованно контролируемое, то, с кем он поддерживал контакт, движение сопротивления внутри Франции, которое всем, с одной стороны, хорошо известно, но очень мало людей понимает, насколько малочисленным оно было. Так вот, нынешнее партизанское движение в России, с которым мы поддерживаем очень хорошую связь, и контакт, конечно, не управляем им, но помогаем ему, оно уже сейчас имеет больший масштаб, чем движение сопротивления во Франции во время Второй мировой войны, поэтому как раз эта аналогия, она абсолютно точная, полная, и она единственная в своем роде, ни у каких других оппозиционных групп в России ничего даже близко этого нет. Продолжение следует...